Здравствуйте! Вы смотрите программу события в студии Виктория Шаре. Будущие областной столицы обсудили на урбанистической конференции, которая открылась в Самаре. Она охватывает пять крупнейших городов России. Главная цель проекта – сформулировать конкретные предложения по улучшению качества жизни горожан и дать стимул к развитию территорий. Что предложили эксперты столицы региона, расскажет наш корреспондент. Город, комфортный для жизни, с развитой инфраструктурой, с современными спортивными объектами и уникальными достопримечательностями. Такой должна стать Самара к 2025 году согласно стратегии развития. Московские эксперты проанализировали урбанистические данные областной столицы. Оказалось, в Самаре слишком много магазинов одежды и салонов красоты. Недостаточная бизнес-активность в районе железнодорожного вокзала и в исторической части города. Всегда была серединная зона какая-то между центром и центром на периферии. Здесь же мы видим сплошное высоко развитое пространство. При этом это говорит, скорее всего, о слабости центра, нежели о высоком уровне развития всей территории. Аналитики считают, нужно активнее развивать исторический центр города. Проект планировки уже разработан в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу. Согласно ему, историческую часть города предлагается разделить на несколько зон. В одной из них максимально сохранить памятники архитектуры, другую отдать под новую застройку. Мы бы хотели, в том числе, чтобы наша общественность, те, которые, в общем, стоят за то, чтобы мы условно старую часть практически не трогали или шли только по пути реставрации, находили мы взаимопонимание. Потому что мы можем остаться там в бесконечных, скажем, дискуссиях и не решить, ну, не создать нормальную среду для того, чтобы в том числе в центре города можно было и гулять, и жить. Серия урбанистических конференций «Город и территория завтра» – инструментарий позитивных перемен проходит во второй раз. Проект направлен на исследование главных проблем российских городов и поиск путей их решений, что позволяет дать новый импульс развитию территорий. Ожидание горожан мы должны опережать своей работой. Форма такого уровня позволяет понять точки роста, перспективы развития и управленческие решения, которые необходимо принимать, чтобы достичь этого развития в кратчайшие сроки. Конкретные предложения по улучшению городской среды обсудили на встрече с представителями стратегического партнера конференции. Проблему пробога в городе предлагают решить созданием доступного для всех жителей велопроката. Этот проект уже успешно реализован в Санкт-Петербурге и Москве. Уже за первый месяц сезона прокатов уже 100 тысяч, ровно столько же, сколько было за прошлый год. То есть мы считаем, что если так пойдет, то, допустим, Москва, москвичи совершат около миллиона прокатов в этом сезоне. На самом деле это просто помогает во время пробок добраться из точки А, из пункта А в пункт Б. Еще с великим удовольствием. Глава администрации Самары идею поддержал. В свою очередь Олег Фурсов предложил партнерам принять участие в улучшении внешнего облика города. К примеру, инвесторы могут взять на себя ремонт фасада одного из зданий областной столицы. Лариса Шлафаст, Максим Гусев, События. 845 тысяч квадратных метров жилья введено в эксплуатацию. На свет появились 14 тысяч самарцев. Результаты работы 2014 года и планы на 2015 представил городским депутатам глава администрации Олег Фурсов. Дела большие и малые. Такие важные для города и его жителей. Больше двух с половиной тысяч мест в детских садах создано в прошлом году. В этом станет еще больше. Растет количество приемных семей, значит меньше становится сирот. Это немаловажный показатель социальной активности, рассказал депутатам глава администрации Олег Фурсов, представляя отчет. Власти населения, партнеры, единомышленники в решении городских задач. При активном участии людей комплексно благоустроено 73 двора. Жители – движущая сила в деле наведения чистоты и порядка. Обустроено 12 скверов, два бульвара, одна аллея, восстановлено два фонтана. Незаконных рекламных конструкций в городе стало меньше. Утверждена схема размещения рекламы. В 2014 году демонтировано более 1100 незаконных рекламных конструкций, в том числе щиты с размером 3х6, более 847 штук, и прочая рекламная конструкция – 273 штуки. В 2013 году было демонтировано почти в 4 раза меньше – 370 рекламных конструкций. Значит, была проведена эффективная работа, и доходы от размещения рекламных конструкций поступают в следующий момент в бюджет городского округа Самара. Деньги на развитие города, вопрос ремонта городских дорог – едва ли не главное, что заботят самарцев. В прошлом году отремонтировано больше миллиона квадратных метров уличной дорожной сети. Работа в городе должна быть построена более эффективно и направлена исключительно на повышение комфорта жизни горожан, отметил глава администрации. К нами поставлена задача существенно нарастить объем средств, привлекаемых из областного бюджета. На сегодня мы всю проектную сметную документацию планируем до сентября передать в областной Минтранс. По нашим подсчетам, это порядка 10 крупных дорог, которые мы в этом году осметим, и будем пытаться получить необходимое финансирование для их реконструкции и капитального ремонта. Не только о достижениях говорил Олег Фурсов в отчете и о проблемах, которые предстоит решить в ближайшее время. Обновление парка общественного транспорта, закупка спецтехники, повышение эффективности работы городского хозяйства. Отчет главы администрации депутаты приняли единогласно. Марина Кравцова, Марианна Мирная, Дмитрий Мешканцов. События. Городская дума утвердила новую структуру Самарской мэрии. Изменения позволят сократить управленческий аппарат, а также исключить дублирующие функции. В конечном счете это скажется на экономии бюджетных средств и повысит эффективность управления. Сокращены ряд департаментов и управлений. Вместо 24 их стало 14. Вопросами благоустройства и жилищно-коммунального хозяйства будет заниматься один департамент – городского хозяйства и экологии. Раньше эти функции выполняли два ведомства. К тому же объединятся департамент социальной поддержки и защиты населения и департамент семьи, опеки и попечительства. Это же ведомство получит полномочия департамента административной реформы по работе с некоммерческими организациями. Функции департамента экономического развития будут переданы финансовому блоку. Вопросы промышленной политики – департаменту транспорта. Непосредственно главе администрации будут подчиняться Управление организацией торгов, Управление главного архитектора. Новая структура администрации обсуждена с губернатором и принята городской думой единогласно, резюмировал председатель думы Александр Фетисов. Если руководитель администрации видит, что такая структура, такие управленческие решения, такие инструменты позволят эффективно выполнять задачи, стоящие перед городом, мы депутатским корпусом приняли решение поддержать. Они предполагают сокращение, в первую очередь, среди управленческого звена структуры администрации. Кадровые перестановки. Депутат Самарской городской думы Николай Митрианин сложил с себя полномочия и переходит на работу в структуру администрации областного центра. Первый заместитель председателя думы подал заявление на имя председателя Александра Фетисова, где попросил прекратить его полномочия с 16 июня в связи с переходом на муниципальную службу. Коллеги по городскому парламенту поддержали отставку единогласно. По неофициальной информации, Николай Митрианин займет пост главы администрации Кировского района. За 100 тысяч рублей стать сотрудником ФСБ предлагал предприимчивый Самарец. В суде Советского района началось рассмотрение дела по обвинению в мошенничестве. В декабре прошлого года работник торговой базы, представившийся сотрудником Федеральной службы безопасности, предложил жителю Самары помочь с трудоустройством в управлении ФСБ. За эти услуги подсудимый просил 100 тысяч рублей. Как он пояснил на предварительном следствии, идея такого заработка возникла спонтанно. Однако реализовать намерение мнимый сотрудник ФСБ не смог. Человек, которому он предложил за 100 тысяч устроиться в управлении Федеральной собственной безопасности, обратился в органы того же УФСБ с тем, что ему предлагают устроиться на работу за определенную сумму. Соответственно, оперативные сотрудники УФСБ провели уже оперативное мероприятие. Свою вину подсудимый признал сразу же. Согласно статье Уголовного кодекса, по которой обвиняется подсудимый, ему может грозить не только крупный штраф, но и лишение свободы. Начальником управления ФСБ по Самарской области назначен генерал-майор Владимир Татауров, который с 2013 года возглавлял УФСБ России по Архангельской области. Бывший руководитель регионального управления ФСБ генерал-лейтенант Юрий Рожин указом президента освобожден от занимаемой должности. Татауров родился в Перми, имеет два высших образования, в органах безопасности почти 25 лет. Напомню, это не единственное назначение в силовых структурах. Днем ранее ИО начальника ФСКН назначен Сергей Масюк. Место руководителя областного УФСКН было вакантно с мая 2013-го, с момента смерти генерала Александра Синопальникова, который возглавлял управление с января 2011 года. Обязанности руководителя управления исполнял Евгений Березкин. Самарские дворы продолжают благоустраивать. Во дворе 18-го дома по проспекту Карла Маркса привели в порядок детскую площадку. В рамках проекта на связи с губернатором по просьбе самих жителей во двор завезли песок, покрасили горки и качели и спилили аварийные деревья. За пополнением обещаний следила наша съемочная группа. Двор 18-го дома по проспекту Карла Маркса. Тихие и уютные, вот только сухие деревья портят вид. Некоторые буквально нависают над детской площадкой. Вообще много сушняка. Все это ветер, все это падает, трава, ребенок бежит, сандаликами задевает эти, и падает, и вонзаются они между сандалиями, эти веточки, это можно поранить ногу. Двор начали благоустраивать после того, как жители обратились в общественный совет Ленинского района. Здесь слов на ветер не бросают, только щепки. В течение недели завезли песок, починили детскую площадку, спилили сухие деревья. Самарские дворы преображаются уже с мая. По вторникам и четвергам члены общественного совета встречаются с горожанами и принимают жалобы. Когда симбиоз, внутреннее понимание, вот эта атмосферная и благоприятная погода, которая складывается, общественный совет, администрация района, она просто действительно позволяет слышать, слушать людей, реагировать на просьбы. Жители двора на Карла Маркса, пользуясь случаем, попросили спилить еще одно аварийное дерево. Комфорт горожан превыше всего, пока рядом выполнили просьбу. Поначалу как бы расстроилась немножко, думаю, что это такое заявка на одно дерево. Ну вот вроде показала, где еще спиливают. То есть очень оперативно сработало. Молодцы. Общественные советы продолжают принимать предложения по благоустройству микрорайонов. За собой оставляют контроль за выполнением работ. Мария Сидорова, Константин Головин, События. Как заставить подрядчиков исправить недоработки по ремонту дорог и строительству детских площадок. И как убедить соседей не выгуливать своих питомцев в зонах отдыха. Эти вопросы обсуждали жители микрорайона «Звезда» на общественных слушаниях проекта «На связи с губернатором». Такие слушания проходят во всех микрорайонах города и уже дают реальные результаты. Общественные советы, созданные всего два месяца назад, активно взаимодействуют с органами власти. Уютная пешеходная зона, много зелени. Для малышей неподалеку оборудована детская площадка. Два года назад бульвар Челюскинцев полностью благоустроили. С тех пор это любимое место отдыха жителей микрорайона. Из-за обилия голубей, которых кормят буквально с рук, бульвар сравнивают с площадью Сан-Марко в Венеции. Хотя недостатки все же есть. Места присесть, отдохнуть хватает не всем. Надо увеличить число скамеечек для отдыха. Любимое место стало для дошколят, для их мам, для старшего поколения. Там у нас ежедневный сбор людей бывает по разным поводам, в том числе праздники. Но не все же могут стоять. Свои предложения по благоустройству микрорайона жители активно высказывали на встрече с общественным советом в рамках проекта на связи с губернатором. Услышать мы хотим мнение жителей о благоустройстве нашего микрорайона «Звезда». Что бы они хотели. А через нас, через общественный совет, они будут воплощать это в жизнь. То есть, по сути дела, мы являемся мостом между властью и жителями. На основе предложений жителей общественники будут составлять заявки в профильные ведомства. Так, например, этим летом переделают дорогу, которая вызвала нарекания по качеству ремонта. Выявлены были нарушения, конечно, при благоустройстве внутриквартальной дороги даже по жалобам жителей на улице Новосадовая 30. Направлены были обращения по решению этого вопроса и в июне-июле будет уже выполнен гарантийный ремонт. Вот буквально сегодня, перед встречей, я встречалась с представителем департамента благоустройства. В микрорайоне «Звезда» люди активные. На общественных слушаниях проекта на связи с губернатором высказывали предложения не только по благоустройству, но и по новым законодательным инициативам. Ограничить выгул собак на том же бульваре Черлюскинцев и вообще принять в регионе закон, регламентирующий выгул домашних животных в общественных местах. Ходят с собаками с большими безнамордниками, но не должно этого происходить. Это зона, зона отреха. Возможно, и такой закон появится в регионе. Теперь власти жителей будут работать совместно. Арина Кравцова, Константин Головин. События. В Куйбышевском районе Самары проходят встречи жителей с участниками предварительного голосования. Уже в сентябре жители областной столицы определят кандидатов, которые представят партию «Единая Россия» на предстоящих выборах. Общее число кандидатов, которые выдвинутся в районные советы депутатов, составит более 500 человек. Детская площадка во дворе в ветхом состоянии, в доме протекает крыша. Жалуются жители 25-го дома по улице Пугачевский тракт участнику предварительного народного голосования «Единая Россия» Ирине Кочуевой. Людям подробно объяснили, как нужно действовать, чтобы решить проблемы в их доме и дворе. По-новому, оказывается, надо действовать, чтобы это самое. Ну, теперь мы это учтем. Нам надо, значит, общее собрание собрать, протокол составить. Такие встречи с жителями проходят во всех районах Самары. Кандидаты на участие в выборах в районные советы депутатов рассказывают о себе и помогают жителям решить проблемные вопросы, которые не сдвигаются с мертвой точки, порой не один год. Я могу сказать из собственного опыта, вот за два с половиной года вот те активные жители, которые у меня приходили, да, они когда-то правы, когда-то неправы, но они доносят реальную ситуацию с мест. И это дает возможность не оторваться от реальности. В ходе предварительного народного голосования самарцы определят, кто из претендентов будет выдвинут от «Единой России» на выборы в районные советы депутатов. Всего в Самаре в качестве кандидатов в предварительном голосовании участвует около 900 человек. Лариса Шлафаст, Павел Пресняков, События. Пилотажная группа ЦСКА покорила Олимпийское небо. Самарские спортсмены-вертолетчики в составе пяти экипажей приняли участие в авиашоу в Сочи. В программе фигура пилотажа, синхронное пилотирование, а также выброс парашютистов. В Самаре спортсмены встречала наша съемочная группа. Первым делом вертолеты. Этим ребятам не страшны небольшая высота, не грозовой фронт. В небе над Олимпийской столицей четыре самарских вертолета Ми-2 и один Ми-8 показывали перестроение фигуры пилотажа, а также пролет с флагами. Там были групповые полеты, одиночный пилотаж, парный пилотаж. Наша центральная спортсмены-клуб армии представила прыжки парашютистов. Неженским делом Елена Прокофьева занялась около 20 лет назад. Сегодня она летчик-инструктор ЦСКА и действующая абсолютная чемпионка мира по вертолетному спорту. На авиашоу всероссийского масштаба выступала впервые. Говорит, чтобы в воздухе быть на высоте, нужно спуститься с небес на землю в буквальном смысле. Много там с документами работы, там и разговариваем, там обговариваем какие-то как летать. Потому что это все тоже не просто так вот, что сел в кабину и все, и начинается работа. Нет, основная работа производится на земле. Уже в воздухе ты просто реализуешь то, что наработал на земле и все. 28 летательных аппаратов лучшие пилотажные группы страны, в том числе знаменитые стрижи. Олимпийское небо над Сочи превратилось в площадку для воздушного парада. Из всего многообразия летательной техники вертолетная группа единственная. К тому же одна из самых молодых сформирована всего год назад. Основная задача это участие пилотажной группы в массовых зрелищных внутрироссийских международных выставках, авиашоу, выступления на всероссийских и международных авиационных соревнованиях, вертолетных соревнованиях мировых. На родной аэродром Криаж пилоты вернулись спустя три дня тяжелого перелета. Из-за погоды не могли подняться в небо. Несколько дней отдыха и вскоре самарские летчики отправятся на чемпионат Приволжского федерального округа. Алина Чемерес, Дмитрий Мешканцов, События. День русского языка отметят в Самаре 5 июня. Всех желающих ждут с 11 утра до 3 часов дня в сквере Пушкина. Там будут работать конкурсные игровые площадки для детей, выставка продажи изделий народно-прикладного творчества, свободный микрофон для всех желающих прочитать отрывки из произведений Пушкина и книг о нем. Все вам доброго и до встречи. Здравствуйте. Финансовые новости на телеканале Самары ГИС. За истекший период года жизненно важные лекарственные средства подорожали на 8,9%. Специалисты высшей школы экономики подсчитали, что через месяц почти все эти препараты вырастут в цене еще на 16%. Причиной этого называется вступление в действие поправок об обращении лекарственных средств, согласно которым министр здравоохранения сможет проиндексировать цены на уровень реальной инфляции и выше для отечественных производителей. Ну и причины, как всегда, в трудностях с регуляцией цен и, следовательно, проблемами конкуренции. Банк России приостановил и отозвал у семи компаний лицензии на страхование. Лицензии потеряли страховая компания Компаньон. Моя страховая компания Русский Альянс, СОТИС, Национальная противопожарная страховая компания МРСК и страховая компания РОСТ. Приостановление лицензии Банком России означает запрет на заключение новых договоров страхования и не позволяет расширять ответственность по действующим договорам. Вместе с тем, страховая компания по-прежнему обязана принимать заявление на выплату страховых возмещений по наступившим страховым случаям. Российский фондовый рынок открылся разнонаправленно. Индекс РТС в первые минуты торгов снизился. Индекс ММВБ в полюсе на отметке 1637 пунктов. Среди лидеров РОСТа Полюс Золото, Полиметал, ФосАгро, Группы Пик и Яндекс. Аутсайдеры Северсталь, Солерс, ТМК, Распадская и Мечел. К открытию торгов в России сложился слабо негативный внешний фон. Американские индексы завершили день с умеренным повышением. Европейские площадки закрыли день в зеленой зоне под влиянием оптимистичных прогнозов относительно греческого вопроса. На азиатских площадках динамика торгов разнонаправленная. Курс доллара на 4 июня 53,05 рубля, Курс евро 59,11 рубля, Золото стоит 2024 рубля за грамм, Серебро стоит 28,32 рубля за грамм, Цена нефти марки Brent 64,34 доллара за баррель. На сегодня это все. Удачи в делах. Здравствуйте, с вами Сергей Кизоркин и значит вы смотрите Самарские новости спорта. Самарский ЦСК ВВС намеревается играть в высшей хоккейной лиге как фарм-клуб Тольяттинской лады. В Самаре стартовал международный турнир по синхронному плаванию «Принцесса Волги». В Рощинском определились победители этапа чемпионата России по мотогонкам. В поселке Рощинский два дня проходили гонки этапа чемпионата страны и первенства Самарской области по мотокроссу. На старт вышли почти 70 гонщиков из Самары, Тольятти, Сызрани и еще 15 городов России. Юноши гонялись на мотоциклах с объемом двигателя 65 кубических сантиметров, а юниоры, женщины и мужчины выступали на моторах 125 кубиков. Самарский трек с крутыми виражами, высокими трамплинами, резкими спусками и подъемами считается одним из лучших в Поволжье. Выиграл этап чемпионата России вице-чемпион Европы Курбан Хайметов из Балакова. В Самаре проходит традиционный международный турнир по синхронному плаванию «Принцесса Волги». Финалисты определятся в субботу в бассейне Политеха во враге подпольщиков. За медали будут плавать более 200 молодых спортсменок России, Казахстана и Германии. Соревнования входят в официальный календарь Европейской Лиги плавания. Хоккейная «Лада» до пятницы 5 июня подаст заявку на участие ЦСК ВВС в чемпионате высшей хоккейной лиги. Самарская команда будет выступать как фармклуб Тольятинской. Такой вариант не случайен, все дело в экономии. Три года назад «Лада» заплатила вступительный взнос 10 миллионов рублей в высшую хоккейную лигу. Теперь ЦСК ВВС будет отчислять по 5 миллионов за сезон. При этом речь не идет о слиянии. Клубы останутся самостоятельными спортивными организациями. Это были новости спорта от Сергея Кизоркина. Будьте здоровы и занимайтесь физкультурой. Редактор субтитров А.Семкин